Всем доброе утро! Сегодня уже 1 мая. Через один месяц наступает лето. Думаю, что очень многие откажут себе в этом удовольствии поехать куда-то на море, отдохнуть из-за этого локдауна, из-за этого карантина. Сейчас хочу пойти покушать что-то. Ну, как обычно, наверное, чай и бисквит. У меня сейчас все ежедневно повторяется. Во время локдауна я вообще облинилась, мне ничего не хочется делать, но сегодня надо заставить себя поубирать везде в квартире, также на балконе, полить цветы, все это сделать, потому что вообще такое у меня сейчас творится ужас. Один из новостей. Индия продлила приостановку регулярных международных рейсов до 31 мая. Ну, что требовалось доказать. Мы все этого ожидали, это неудивительно абсолютно. Она еще и небо хочет закрыть, с Россией приостановить авиасообщение. С Украиной, думаю, будет такая же ситуация, с остальными странами то же самое. Пока что вот так вот все печально. Посмотрите, что у меня творится. Пока чай мой готовится, посмотрите. Это же просто кошмар. Грязно. Боже мой, что происходит у меня в квартире. Надо поубирать это все. Баклашка тут тоже надо убрать. В холодильнике надо все помыть, потому что тоже грязно. Так, беру бисквит. Нет, я еще шоколадный хочу. И лимон. Я пока возьму старый, что нужно есть. У них, видите, они вот такие вот маленькие, все равно у них плесень не хочу. Вот они такие маленькие. Мне так нравятся вкусные. Обожаю вообще лимоны. У нас сегодня 39 градусов. На 3 градуса меньше. Уже легче, но что-то мне все равно очень жарко. Субтитры подогнал «Симон» Так, продукты уменьшаются с вчерашнего дня. Что нам нужно для супа? Картошка, морковка, вкусная капуста и лук. Я готовлю диетический суп, максимально диетический. Зелени, кстати, у меня нету, потому что я ее уже не могу найти. Вот укроп на протяжении, наверное, двух месяцев здесь поблизости у себя. Поэтому я делаю без зелени. Маленький кусочек лука кидаем. Три карташины мелко нарезаем. Дальше соль. Еще немножко. И сейчас во все свои блюда я стала добавлять диски специи. Куркуму, иногда чили, черный перец. Кориандр пока что не добавляю. Вот надо будет сегодня еще приготовить рис. Это у меня для Дала чечевица. Сегодня я приготовлю или рис, или макарону. Скорее всего, пасту. Немножко по индийскому рецепту, не сильно острую. Я думаю, вы, если приготовите, вам тоже очень понравится. Я всегда сейчас стала мешать сначала специи, потом... Ну, в общем, увидите мой рецепт. Сейчас пока готовим суп. Нарезаем половинку цветной. Картошка уже в полуготовом состоянии. Мы добавляем морковку и цветную капусту. Добавили и убираем лук. Он уже нам не нужен, он пустил все свои соки. Всю полезность отдал нам. Немножко добавляем масло. Ой, лук обратно, блин. Какой суп получается? Сейчас проверю, нормальный ли по соли. Нет, не нормальный, надо еще посолить. Еще немножко. Теперь я хочу добавить немножко... Куркумы. Чили. Блин, что я сделала? Все, я испортила суп. Он сейчас такой острейший. Ладно, сейчас промою овощи, поменяю воду. Что за день рассыпалось, все разлилось. Мало того, что я бухнула туда чили, я хочу сейчас это как-то исправить, ситуацию. Теперь все разлилось. Я просто в шоке, я не знаю. Мне сегодня к кухне подходить нельзя. Вот бывает так, знаете, вот просто... День не задался в плане кухни. Сейчас мне надо это все убрать. Я не знаю вообще, что-то делать с этими овощами или нет. Сейчас просто, наверное, сделаю чай и бургер, как обычно. А суп приготовлю завтра. А из этих овощей, может быть, я... Может, я их как-то потушу сейчас. Я не знаю вообще, что мне с ними делать. Блин, обидно. Такое вообще, реально, вот... Все было хорошо. Во время того, когда вообще все, статистика была в норме, когда все было открыто, разрешено, везде ходить, гулять, все были счастливы. Все было шикарно. У меня такого не происходило. А сейчас такое... Хэппенет. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас исправим ситуацию. Все равно голодной не останусь. Маленькие магазины работают. Люди ходят в масках. Машины ездят, байки ездят. Вода продается, яйца, газ. Все самое необходимое. А так, конечно, большинство магазинов закрыты. Корова, привет. Такая красивая, большая. Продаются бананы, овощи. Вот прикрытые овощи. Очень дешевые. Сигареты. Магазин свежевыжатых соков закрыт. Эта аптека закрыта. Ой, какая кошечка. Привет, красотка. Здесь были два похожих магазина продуктовых. Один закрыт, второй открыт. Какое-то движение есть. Видите, не как обычно, трафик, трафик. Все... Все бибикают. Вот такая картинка. Пришла с магазина. Купила только шампунь. Больше ничего. Вчера я вам показывала уже улицу. Сегодня нечего было показывать особо. Ситуация такая же, как и вчера. Ничего особо не изменилось. Сейчас хочу помыть посуду, поубирать, постирать. Куча дел. Сегодня не 42 градуса, а 39. Так что, я думаю, будет не настолько тяжело мне это все делать. Но все равно очень обленилась как-то за это время. Карантина поправилась. Вообще щеки выросли. И хочу сделать себе напиток охлаждающий. Я пью вообще холодную воду сейчас. Приучила свой организм. Пью холодную воду, чтобы горло не болело. Но сейчас хочу в эту воду добавить лимон и немножко сахара. И поставить это в холодильник. Пусть стоит. Будет такой у меня холодный, освежающий напиток. Так супы не поела. Поела бургер и попила чай еще раз. Ну, есть сейчас как-то. Мне не хочется, видимо, от жары. Приготовлю суп завтра. Надеюсь, удачно все будет. Не как сегодня. Полетело все. Боже. А ну, знаете, бывают такие дни. Одно падает, второе падает. Все блюда не получаются. Или какие-то невкусные. Или пересолили. Или не досолили. Поэтому бывают такие дни у всех, я считаю. Все это у меня именно такой день. Главное теперь убрать все. Поубирать в квартире. Что еще делать во время карантина. И еще у меня цель. Надо поставить сегодня один танец. И потом скачать программу, чтобы сделать микс песен. Сейчас сделаю себе напиток. Значит, берем воду. Налили полную чашку воды. Теперь берем лимон, нож. Нарезаем лимон мелко. Еще раз его сползли. Так, я нарезала лимон. Теперь по 3 штучки кидаем в чашку. И берем сахар. У меня мега-притеска. Насыпаем 2 ложки сахара в чашку. И мешаем, 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 мешаем. Сейчас попробуем. Ну, лимон он еще чуть-чуть даст свои соки. И сахар убьет добавило. О, вообще идеально. Теперь наливаем это в баклажку. Вместе с кусочками лимона. Правда, сахар у нас не растворился, но ничего. А потом еще раз все поколоть вместе. Так, теперь беру еще 2 кусочка лимона и наливаю воду. Добавляем сахар опять. Готово. Готово теперь. Прям клубное получилось. Сейчас попробуем. Ммм, как это вкусно. Закрываем, и получился такой полезный напиток. Поколотить надо. Супер сладенькое такое. Готово теперь ставим в холодильник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ничего не натворить. Хочу сделать макароны. Для начала я их просто отварю, а потом покажу вам, что будет дальше. Пока варятся мои макароны, я уже помыла полы. Теперь у меня чистенько, красиво. В кухне чисто, аж приятно посмотреть, приятно готовить. Я отварила макароны, нарезала лук, чеснок и морковь. Помещаю сначала лук и чеснок. Субтитры Алексею Дубровскому. Вот такой у меня получился обед. Очень-очень вкусные макароны, слегка островатые. Остроту дает перец чили и больше чеснок. Черный перец не дает вообще остроты, но слегка. И это такие полудиетические индийские макароны, можно сказать. Так что приятного аппетита. Можете тоже такое приготовить. Друзья, если честно, вот сейчас мне реально страшно. Потому что очень многие мои знакомые выставляют сторис в WhatsApp, Facebook. О том, что их знакомых не стало и они умерли от ковида. Сейчас очень-очень грустно и как-то я не знаю, что будет дальше. И как вообще мне выходить в магазин. Я-то никуда не езжу, не хожу. Ко мне никто не приходит. У меня полная самоизоляция. Люди выходят на балконы. По улице, кстати, ходят люди. Но меня удивляют, когда они ходят без масок. Сейчас только с балкона можно любоваться Индией. Хорошо, что у меня есть такая возможность. Потому что не во всех квартирах есть балконы. Но очень грустно как-то мне. Если бы я знала, что будет такая ситуация, я бы уже полетела в Украину в январе, наверное. В феврале полетела бы. А так, да, сейчас в аэропорту очень опасно, считай, находиться, чтобы лететь. Ну что, надо как-то держаться, надо не отчаиваться. Пока дома нахожусь, отдыхаю. А что дома делать? Только кушать, 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 кушать. А деньги заканчиваются на еду? Заканчиваются. Поэтому нужно экономить. Сейчас есть хотя бы два раза в день, а не семь-восемь, как я. Тоже бы поправилась. Вот, когда теперь одену костюмы, непонятно. Потому что этот ковид, непонятно, насколько надолго или ненадолго. Хотя все думают, что надолго. Но мало ли, вдруг вот две-три недели, и потом статистика резко упадет вниз. Все на это надеются. Кто-то уже потерял, конечно, надежду и просто сидит дома в депрессии. Меня периодами, конечно, тоже накрывают, но... А что поделаешь? Ну, что здесь поделаешь? Главное быть осторожным и молиться всегда на здоровье свое, семьи и всех близких людей. Спасибо, что смотрели. Следите за моими следующими видео.